Марина Соболева с самого детства увлекается фотографией. Впервые она взяла в руки фотоаппарат в 14 лет. Начинала с пленочного, как и все подростки того времени. Постепенно детское увлечение превратилось в часть ее жизни. И сейчас она известный фотограф и талантливый педагог. Впервые персональная выставка Марины Соболевой лица прошла в 2014 году в историко-крывическом музее. Спустя два года новая экспозиция вне логики. Я выбрала именно вне логики и хотела своими картинами показать свое внутреннее состояние, которое я испытываю от окружающего сейчас нас в мире потребительского такого хаоса, который наступает. Может быть это не бросается так явно в глаза, но я это очень чутко внутри себя ощущаю. И мне очень хотелось об этом заявить. Любопытен тот факт, что сначала Марина как бы прорисовывала свои будущие работы на бумаге в виде простых схем. Марина продумывала, какими будут план и фон. Наверное, хотелось попробовать себя в этой сфере, узнать, каково это быть моделью и в конце концов помочь Марине. Каждый год на Земле миллион птиц, сотни тысяч морских млекопитающих погибают из-за пластиковых отходов. Большая часть пластика ежегодно сбрасывается в воды Мирового океана. Среднее время разложения полиэтилена 200 лет. Именно поэтому Марина Соболева посвятила цикл своих фотографий загрязнению экологии. Марина как тут, ее творчество выделяется среди членов секции арт-фото тем, что у нее такой свой индивидуальный подход к фотографии. Если вы знакомы с ее творчеством, то можете сразу заметить, что фотографии у нее не просто какая-то констатация чего-либо. У нее фотография всегда имеет какой-то смысловой подтекст. По окончании вернисажа Марина Соболева раздала всем посетителям бумажные экопакеты. Они разлагаются всего за одну зиму, не нанося вреда природе. В выставку посетили лучшие друзья художницы, коллеги, родственники и просто ценители красивых фотографий. Каждый поздравлял Марину с успехом, желал ей новых творческих достижений и несекаемого вдохновения. Экспозиция «Вне логики» продлится до 18 марта. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok